В прошлый раз мы сказали, что мы меняем тему. Мы переходим от лексики к грамматики. Ну а вначале, как всегда, новое задание. Прежде чем его дать, я хотел бы сделать небольшое введение. Часто мне приходится сталкиваться с методиками, которые предлагают освоить английский за месяц. И говорится, при этом вы потом свободно будете говорить по-английски. Тут какая-то подмена понятий. Под этим свободно говорить по-английски подразумевается, что вы за это время можете заучить какие-то диалоги. Познакомиться с какими-то топиками. И потом наизусть декламировать бойко, какие-то реплики. Для того, чтобы обладать языком, надо познакомиться с десятком мощных тем, а еще с тысячей мелочей. И вот пример одной из этих тысяч мелочей. Одно задание. Два слова. Eternal, External. Даю первую подсказку. Оба слова – это прилагательные. Очень востребованные прилагательные. Ответ в конце. Меняя тему, самое время подвести некоторые промежуточные итоги. Какое-то время назад мы строили планы, а сейчас мы можем подвести какой-то промежуточный итог, что мы уже успели. Вот давайте посмотрим. Мы еще его не видели. Введение в нашу книжку «Прогулку по тролисту. Английский язык». Вот так выглядит титульный лист нашей книжки, 12-е издание. А сейчас мы перейдем к введению, которое мы назвали «Напутствие» и выбрали эпиграф из Станислава Лео. Текст этого «Напутствие» я читать не буду. Скажу, что мы уже успели сделать. С первого по двенадцатый урок мы с вами занимались фонетикой. Мы разбирали звуки английского языка, познакомились со всеми звуками Х44. Потом мы эту тему продолжили с 34-го по 45-е занятия, где мы разбирали правила чтения, познакомились с алфабитом, познакомились, как читаются все согласные буквы. Но за нами еще должок, мы еще не брали правила чтения гласных букв. Это впереди. Далее, с 13-го урока, начиная по 33-й, мы занимались грамматикой. Было введение. Мы познакомились с морфологией, начали знакомиться с частями речи и познакомились с числительным и с местоимением. Ну и, наконец, начиная с 46-го урока, кончая последним 60-м, мы занимались лексикой. И вот теперь нам пора перейти, вернуться снова к грамматике. И мы берем новую часть речи, существительную. Новая тема. Новая страница морфологии английского языка. Но прежде чем перейти непосредственно к этой теме, второе задание. Взяты четыре слова. И надо найти лишнее. Это лишнее слово должно быть определено не по количеству букв, не по смыслу перевода, а по какому-то грамматическому правилу. Четыре слова. Гусь, дак, фут, туз. Найдите лишнее слово. Основной принцип. В основу положено грамматическое правило. А теперь переходим непосредственно к теме имя существительное. И скажем, имя существительное в английском языке, по сути дела, дошло до совершенства. Двигаясь вперед, оно оставило позади себя очень многие языки. Это единственный язык в Европе из германских языков, в котором исчезло грамматическое понятие рода. Об этом мы уже говорили, когда знакомились с местоимениями. Во всех языках Европы родов или три, как в нашем родном русском, латинском, немецком, или уже два, мужской и женский. Но совсем отказаться от родов смог только английский язык. И это здорово пошло ему на пользу. Язык стал простой, ясный. Нам не надо запоминать огромное количество слов по родам. Вот недушевленные предметы в русском есть слово нож и ложка. Мужской и женский род. В английском такого деления быть не может. Это большое завоевание английского языка. Ну, давайте познакомимся. И вот имя существительное. Первенец при рождении любого языка. Речь сначала рождается у человека устная. Письменно возникает много-много позднее. И вот нужно отметить, что к нашей радости английский язык со своим существительным разобрался, довел его до совершенства. Достиг того, что нет ни в одном другом языке. И вот главные отличительные особенности существительного в английском языке. Отсутствие родов. А также исчезли падежи, но и, соответственно, склонения. Второй пункт. Наличие артикля. Особый, очень важный разговор. И, наконец, простота образования множественного числа. Первая отличительная особенность английского существительного. По-английски существительное – the noun. Это отсутствие родов. Пункт второй. В английском языке исчезли склонения и падежи. Считается, что есть притяжательный падеж, но лучше этим термином не пользоваться. Потому что, строго говоря, никакого падежного окончания нет. Одна единственная функция выражать – притяжательность. Кому принадлежит. И вот есть такой способ, когда слово записывается окончанием на букву S. Вот слово brother, а я скажу brother's dog, то получается собака брата. А если во множенном числе, то этот апостров ставится позади слова. И очень просто образуется множенное число. Вот множенное число в английском языке образуется одним единственным простейшим способом. На конце добавляется буква S. Скажем, что этот прием исключительно прост. Еще не в том отношении, что наличие согласной буквы на конце не позволяет гулять ударению. Вот обратим внимание. В русском есть слово столб – столбы. А гвоздь – гвозди. Когда мы добавляем на конце согласный звук, то у нас исчезает этот соблазн сдвинуть ударение на гласный конечный звук. И, наконец, в английском есть множенное число, и оно монтируется с любым числительным. Отметим, в русском языке этого нет. Вот я держу вот этот карандаш. Во множенном числе будет карандаши, но 2 карандаши или 5 карандашей я сказать не имею права. Я должен сказать 2 карандаша, 3 карандаша, а начиная со цифры 5, 5 карандашей, 6 карандашей. И к завершению всей этой путаницы, когда я говорю 21, я должен сказать снова в единственном числе карандаш. Так вот, всей этой путаницы в английском языке нет полностью. Вот так просто в английском языке образуется множенное число. Но есть исключения. И вот исключением являются слова 3. Сначала возьму группу из трех слов. Слово мужчина, man, во множенном числе просто man. Женщина, в единственном числе woman, а во множенном числе women. Вот эти слова. И, наконец, последнее в этом ряду, child, во множенном числе children, ребенок и дети. И, наконец, еще одна троица, которая, собственно, является ответом на поставленную нами задачку. Из четырех слов лишним является слово duck. Слово goose, foot и tooth относятся к исключениям, которые неправильно образуют множенное число. Из этих четырех слов geese, ducks, feet, teeth исключением являются слова ducks, утки во множенном числе. Geese, гуси, feet, ноги, ступни и teeth, зубы это исключение три слова, которые множенное число образует за счет замены double-o на double-e. Eternal truth Первое слово eternal означает вечный. Вечная истина. Eternal city – вечный город. Имеется в дури. Второе слово external означает внешний. External action – внешние воздействия. External angle – внешний угол.